здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня 15 января 2019 года юра праздник сейчас 20 год и этот день немножечко знаменательный чем он знаменательный тем что сегодня должно состояться события которого так долго все ждали а именно подписание фазы 1 между америка и китаем о нормализации какой-то отношений в торговой войне о чем это фаза ну о том что китай обязуется там покупать больше товаров из сша для того чтобы сбалансировать их внешне торговый баланс который очень сильно перекошен в пользу китая ну а соответственно америка обещает в лице трампа несколько снять пошлины не дальше их не увеличивать вот так и для чего это все сделано ну на естественно трамп хочется сократить внешне торговый баланс америки это логично потому что он президент своей страны и в ее интересах действует и кроме того трамп самая главная задача трампа это как выясняется толкать свой фондовый рынок вперед потому что у них сейчас предвыборный год и в ноябре выборы президента и главное уже сказать видно что тезис трампа что никогда еще америка не чувствовала так хорошо как при мне поэтому он делает все для этого вот сейчас по давайте посмотрим на индекс s&p 500 график дневной и мы видим что этот индекс достаточно бодро последнее время рос что ждать вот этого подписания сказать если она состоится но естественно трамп хочет чтобы индекс увеличился увеличился увеличивался поэтому он постоянно его толкает но как говорят трейдеры покупай на ожиданиях продавай на фактах то есть вот если сегодня факт подписания фазы один случится то значит что это значит это значит что скорее всего индекс надо продавать потому что ну не будет он дальше на этом расти эти ожидания будут уже реализованы вот что ну по крайней мере говорят и ну не может же он без конца расти то есть будет некоторое охлаждение вот в этом деле что делает трамп трамп естественно своем стиле он блин нет 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 он будет расти почему он будет расти трамп говорит мы немедленно приступаем значит сразу после подписания фазы 1 мы немедленно приступаем к выработке фаза 2 которая будет намного круче чем фаза 1 но через какое-то время я вижу что появляется сообщение о том что фаза 2 планируется но не раньше сентября начало там чуть ли не переговоров по фазе 2 то есть смотрите что он он хочет опять подогревать ожидания чтобы люди покупали на ожиданиях фазы 2 при этом ну даже фаза 1 в общем сказать еще не факт что будет подписано что ожидать от рынка в настоящий момент от рынка ожидать настоящий момент скорее всего некой коррекции если фаза 1 будет подписано если фаза 1 не будет подписано то это коррекция то есть падение будет сильно глубже вот как бы то есть два варианта либо падение небольшое либо падение большое это сугубо мое личное мнение которое я никак не как бы не настаиваю это просто предположение и вот так и что я ожидаю от российского рынка давайте посмотрим что у нас сейчас с российским рынком вот у нас российский рынок он примерно повторяет я сейчас я дневной график вам покажу вот он практически почему интересен индекс s&p 500 потому что он диктует ну практически для всего мира те же самые условия и скорее всего будет некое охлаждение и на российском рынке тоже то есть акции основных компаний должны слегка присесть тех которые входят в индекс ртс напоминаю что индекс ртс это индекс московской бирже выраженный в долларах но то же самое что индекс моэкс который выражен в рублях практически потому что сейчас инфляция можно сказать остановлена и они ну по идее динамика должна быть одинаково какие выводы можно делать но можно шарахаться конечно продавать акции я думаю что этого делать не стоит я лично совершенно этим не собираюсь заниматься продавать акции но как зарабатывать на падении рынка ну естественно на срочном рынке надо либо продавать ну как бы если вы хотите заработать если вы рассчитываете что индекс действительно будет падать вот от 30 минутный график индекс ртс 3 20 на срочном рынке соответственно его можно ну как бы если вы так считаете если вы считаете что он будет падать то можно его продать short и попытаться на этом заработать получится или нет я вам точно не могу сказать но вот посмотрите на динамику это получасовой график что делаю я лично но вы знаете что я для этого использую опционные стратегии потому что опционные стратегии позволяют либо зарабатывать намного больше либо оказывается можно построить опционные стратегии которые но по крайней мере позволяют не потерять деньги вот почему я этим интересуюсь я пытался об этом рассказать всем значит что про опционы но я смотрю что видео про опционы не пользуются популярностью поэтому все-таки я буду рассказывать об этом но это уже будет скорее всего не для всех а это будет скорее всего в виде платного курса но что делать не хотите смотреть бесплатно будете смотреть за деньги ну а на сегодня все смотрите пожалуйста ставьте лайк оставайтесь на моем канале я надеюсь что будет еще очень много полезного я стараюсь дать массу полезного но только то что интересует вас я смотрю за внимательно за теми тем что вызывает интерес если это вызывает интерес конечно я буду рассказывать об этом больше поэтому напишите пожалуйста в комментариях чтобы вы хотели от моего канала и я учту ваше мнение на сегодня все спасибо за внимание с вами был демитков юрий до встречи